МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, ну подождите. Вы вот со своим съемками у меня коза еще не дольна. Козу подои. Это сделай. Лошадь накорми, там еще петухов надо поймать. Все, ну давай вот не как вчера. Ну куда ты побежишься-то? Твою же за ногу. Ой, Марфа, ты иди этому, скажи. Настя, ведь я тебе жизнь облегчу. Я с добрым делом, это же приятно. Иди, подаю тебе. Так, вы сейчас хлеба наедитесь, потом борщ не будете. Ну что, друзья, я все деревенские дела переделала, коня оседлала, у меня, правда, там еще горящий измах, ну да ладно, две кофты надела, две пары штанов надела и как бы с уверенностью, без всяких лишних смыслов могу сказать. Будете у нас на Колыме, заходите в гости. Я в Магадане. Всем привет, я Наталья Неведрова, и это наш удивительнейший проект «Россия Урбания», где я и Этма Циберидзе исследуем маленькие города нашей страны для того, чтобы ответить на один простой вопрос. В провинции классно. Ну и что вы думаете, мне как путешественнице со стажем, я думала, что я видела абсолютно все. Но Магадан, друзья, Магадан расколол мое сердечко на две части. Это город, в который обязательно стоит съездить. Магадан. Город-порт на северо-востоке России. Население почти 92 тысячи человек. Город, где золото не только в ювелирных, а его здесь добывают. Город с потрясающими видами, солнечными людьми, и вопреки мнению, это отличное место для жизни и путешествий. Сомневаетесь? Расскажем. И начнем с визитной карточки Магадана – бухты Нагаева. Вот, вот откуда начинается самый настоящий Магадан, с бухты Нагаева. Ее основали в честь знаменитого гидрографа 18 века Алексея Ивановича Нагаева. Но, если так подумать, золото здесь нашли в 19 веке, а сам город Магадан основали в 20-м. Стало быть, Алексея Ивановича не было здесь никогда. И теперь лучшее подтверждение наших слов об отличном месте для жизни и комфорте. Парк Маяк расположился тут же в бухте Нагаева. Это тот самый знаменитый благоустроенный парк Маяк. Сюда даже господин Мишустин приезжал почти на отдых. Может быть, он даже на этой лавочке сидел. Вот так вот смотришь, так все по-столичному. И вот на той части парка, которую еще благоустраивают, будут даже лавочки с подогревом, вай-фаем и зарядкой для телефона. Почти просто каворкинг на свежем воздухе можно устроить. Сам парк разделен на несколько зон. Пляжная, террасы, зона для детского отдыха и катания на скейте. Есть кафешки, амфитеатры. В планах много чего еще. И вот даже сейчас вы своими собственными глазами можете видеть, как благоустраивают город. Чтобы здесь стало еще красивее, еще приятнее. Знали бы вы, что на этом месте было недавно. Здравствуйте. А что изменилось за последние несколько лет? Смотрите, как красиво стало. Здесь вообще ничего практически не было. А что здесь было на этом месте? Гаражи? Гаражи? Серьезно? Здесь такое запрошенное место было. Ну, не было гаражное. Да? А теперь с детьми, наверное, все сюда приходят гулять, да? Да, конечно. Место появилось такое, где можно недалеко от города сходить с ребенком. Слушайте, я как человек, который всегда думает об удобстве других людей, не могу не подметить вот такую мелочь. Посмотрите, как скамеечки на остановке расставили. Не горизонтально вот так, а вот так вот, чтобы был просвет на красоту. Сидишь, ждешь автобус, он не едет, а настроение только улучшается. Хорошо в Магадане. Слушайте, здесь даже можно взять вот так вот, идешь, ложишься и как бы принимаешь солнечные ванны. Интересно, конечно, ультрафиолет проникает сквозь боди, футболку, кофту, куртку, мурашки, вот это вот все. Ребят, у меня перерыв. Пять минут. Итак, как же добраться до Магадана? Я сейчас вам очень коротко расскажу. Есть трасса Колыма. Ну, как бы, если ехать из столицы, то потратите пять дней. А по факту больше, вы ведь еще как бы собираетесь спать. Я надеюсь, вы уже не мацеберидзе. Вот, можно еще отправиться самолетом. Билеты стоят от 11 тысяч рублей, и если покупать их за полгода аж, и лететь при этом еще восемь часов туда и семь обратно. Я бы подумала, но железной дороги нет. Друзья, смотрите, какой интересный памятник. Называется он «Время», его высота 6 метров, сделан из металлолома. Ну, и как бы, где вы видели мамонта, но где вы видели музыкального мамонта, приезжайте в Магадан, чтобы послушать и убедиться собственными ушами. Когда дует ветер, он звучит. Дорогие друзья, начинается рубрика «Удивительных животных» Магадана. Недалеко от того сломба мамонта сидит его подружка, касатка. Но она сделана не из металлолома, как вы могли подумать. Внутри нее камни. Касатка развивает свою скорость, гоняясь за добычей, до 55 километров в час. Интересно, что нас ждет дальше. А дальше нас ждет знаменитый магаданский резиновый лев и его друзья. Просто замолчите меня. Ладно, ладно, есть в Магадане и другие памятники. Натали, выключай Дроздова. Мы тут с Владимиром Семеновичем приехали в Магадан. Ну, кроме шуток, я в 21-м, а Владимир Семенович в конце 60-х годов только на пару дней заскочил. И, видимо, так вдохновился природой, безграничными видами, что даже песню сочинил. Сейчас мы вот ребят на монтаже попросим подставить эту песню. Ты думаешь, что мне не по Гадан? Я очень редко раскрываю душу, я расскажу тебе про Магадан. Слушай, я видел на Гайской бухту Татракты. Улетел я туда не с бухты барахты. Ребят, красавчики, спасибо. Так вот, собственно, жители не только памятник поставили, но еще и аэропорт в честь Высоцкого назвали. Вообще, сам Магадан такой. Спокойная, размеренная жизнь. Редко, когда встретишь пробки. Да и вообще, люди здесь не любят куда-то торопиться. Короче говоря, не мегаполис, и это в данном случае хорошо. При этом всегда можно найти развлечения. Мы вот подумали, как? Магадан, холодно, ветрено. Почему бы не искупать Натали? Сейчас мы находимся в самом холодном вейк-парке страны. И вода сегодня в нашем водоеме составляет плюс 9 градусов. Это вызов просто. Вы сейчас бросаете мне вызов. Ну и наша любимая рубрика. Посчитаем денежки, но не чужие, а свои. Поэтому что насчет проживания, друзья? В Магаданской области очень много гостиниц, в том числе на островах. И стоимость номера в сутки от 2000 рублей. Ну, в гостевых комплексах подороже. Ну, там как бы поинтереснее наши любимые. Там баньки, сауны, спа, там все дела. В общем, кафе и ресторанов так же много. И средний чек там около 1000 рублей. Но по еде вот что, что в Магадане можно просто на любой вкус. Обычная пицца, острые крылышки, правильное питание, изысканные десерты. В общем, ничем, ничем не уступают ресторанам столицы. А вообще, Магадан – это больше про нетронутую природу. Город окружен лесотундрой и тайгой. И это то, за что действительно влюбляешься в город. В нашем случае Магадан забрал у Натали сердечко. Здесь такая тишина. Просто послушайте. Слушайте, вот для чего нужно приехать в Магадан – это для того, чтобы вдохновиться. И вспомнить на самом деле про что мы. А вот это, кстати, мыс «Спящая красавица», по-моему, называется. Если на него смотреть, то даже отсюда немножко уже вырисовывается женщина. Не знаю, заметите ли вы. Вот так нос, грудь. И как будто она такая лежит. Похоже. У меня реально комок в горле просто. Это очень красиво. Эти звуки просто с ума сводят. Их слышно все, блин, птицы, море, все это. Мы просто реально с вами постоянно куда-то бежим. Хотя смысл в том, чтобы замедлиться. И вот сейчас я с уверенностью могу сказать, что если вдруг. Вы почувствовали, что замедлиться нужно, приезжайте в Магадан. Блин, на самом деле, только просто здесь мысли, они настолько наполняют голову. Просто жесть. Мы реально живем в своих больших мегаполисах. Просто постоянно куда-то бежим. Постоянно что-то делаем. Даже забываем часто просто для чего мы это делаем. Но уже как будто бы автоматом все запущенное. Ты бежишь, что-то делаешь. И только в таких местах, когда ты приезжаешь и просто начинаешь слышать себя. И вот мне кажется, что я услышала, как хорошо. И чтобы увидеть всю красоту Магадана, уверенно, не хватит даже недели. Тем не менее, мы решили попробовать. Сделаем это с высоты птичьего полета. Ладно, теперь мой черед. Мне страшно, потому что был Владивосток, был не очень удачный прыжок. Так что у меня здесь вот все болит. Все в синяках, все просто черное. Но как бы для чего мы здесь? Тогда, если не прыгать... Поехали. Поехали! Прошли, 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 прошли. Прошли, прошли. Все нормально, немного ударилось. Неровно летели. Нет, кухня не нужна. Это, конечно, очень крутое первое впечатление, когда ты только просто начинаешь парить. Очень было круто, мне очень понравилось. Потом, когда я начала вот так вот просто елить, я понимаю, что что-то идет не так. Я посмотрела на Магадан просто вот с высоты птичьего полета. Я реально вылетела и просто офигела от этого вида. Ну, приземление, конечно, было адским. Прямо бревно. Классно. Впечатление это очень круто. Это то, ради чего, мне кажется, мы и должны жить. А что там происходит? У нас все классно. Все хорошо. Друзья, после такого давайте пожелаем Натали здоровья в комментариях. И сразу скажем, с ней все в порядке. Как мы поняли, после Владивостока синяки только украшают ее. А мы переходим к рейтингу. Туристическая привлекательность. Магадан — это фантастическая природа. Правильнее сказать, на всей планете не так много подобных мест. И даже недели не хватит все осмотреть. Только вот не самый приятный климат, недостаточная инфраструктура и, конечно, удаленность не позволяют поставить десятку. Поэтому восемь из десяти. Комфорт городской среды. В городе нет пробок, размеренная жизнь. Магадан благоустраивается. Сколько еще всего появится в бухте Нагаева в скором времени. И это стоит видеть. Зарвение к комфорту ставим десять из десяти. Транспортная доступность. В Магадан удобнее всего добираться исключительно воздушным транспортом. Остальное очень долго и также дорого. Ставим четыре балла из десяти. Итого двадцать два балла набирает Магадан. Друзья, что доказал мне Магадан? Во-первых, все, что не убивает, делает нас сильнее. А во-вторых, как здорово, что есть такие места, где хочется задуматься о чем-то более душевном, высоком и настоящем. И классно, что мы побывали с вами в Магадане. Это Россия Урбани и я, Наталья Неведрова. Путешествуйте. Люблю. Пока. Лайки, 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 лайки. Редактор прийти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова